друзья мои всем привет рад вас приветствовать на своем канале сегодня речь поют у нас о канарейках содержание кормления повторения мать учения обязательно подпишитесь на канал кто смотрит на ю тубе перейдите в описании будет ссылка на яндекс дзен в дзене новый есть канал там будет больше видео чаще будет видео выходить больше узнаете интересного переходите по ссылке подписывайтесь на свой новый канал в дзене а мы будем сейчас смотреть с вами раконарей и так смотрите самое главное начнем с самого главного вот у меня появился такой вот рисунок дочь пятилетка нарисовала так теперь второстепенное условия содержания вот такие есть клетки можете заказать приобрести я вам с удовольствием сделаю здесь кормушка кормушка ставится внутрь там она фиксируется мусор в кормушку помет птичий в кормушку не попадает все очень удобно сделано вот в такой кружечке я держу корм специально чтобы сейчас вам показать в этом году у меня появилась хорошая зерна смесь очень богатая разнотравия состав зерна смеси входит рапс просто два сорта лен канареечное семя немного семечек пожелание кто хочет и разнотравия разнотравия включает себя 8 9 сортов разных зерен разных семян проверял на своих канарейках все съедает все отлично в общем канарейкам нравится в том году было похуже разнотравия проверял на канарейках слабо ели сейчас хорошо едят в общем вот такие вот клетки данная клетка длина 65 сантиметров высота 30 ширина этой клетки или глубина 26 26 сантиметров значит смотрите дальше поилочка уже устанавливается идет в наборе поилка и кормушка кто заказывает клетку поилку кормушку соответственно получаете в наборе удобно очень чистить поддон выдвигается бумага меняется и снова поддон задвигается таким образом дверка открывается здесь немножко поддончик обратно зашел наступило время купаться вашему кедру может быть у вас чиж щегол зеленушка без разницы любая птица птицы должны купаться у меня есть такая приспособление запаковал просто поилку поставил открываем дверцу любую хотите эту дверцу хотите боковую дверцу есть здесь боковая дверца вот вы открыли эту дверцу вешаете турник он стандартный подходит в принципе везде клетку надо сделать чтоб не шаталась и так вешаем турник турник и на эту штучку очень удобно вешается по их купалочка вот все две минуты и ваша птица купается это для тех кто говорит у нас нету времени купать канарейку почаще там у нас получается раз в месяц или там раз в неделю ну раз в месяц можете сами купаться а птица пускай купается почаще хотя бы через день а если сейчас зима и вы живете в квартире вместе с птицей и у вас там отопление воздух сухой то пускай птица купается каждый день это будет очень хорошо для кожи для пера кеннер будет петь вам песни сейчас кстати вам кеннера покажу говорим а клетка пустая друзья перед вами кеннер желтого цвета овсяночного напева вот представляете как все таки здорово дома зимой когда за окошком холодно слякотно у вас дома такой вот кусочек солнышко прыгает и поет песни и на душе сразу становится теплее добрей так вот давайте подведем итоги и акцентируем внимание на самом важном это содержание и кормление содержание повторюсь вот клеточки длина может быть и 50 сантиметров и 47 сантиметров 30 сантиметров 35 сантиметров вот примерно так ширина 20-25 но это минимум который можно позволить для птицы а максимум не ограничено хотя всю комнату можно отдать пускай птица летает вот в данной клетке допустим я установил видите как рядышком жердочка поилочка здесь внизу у меня установлена кормушка вон по центру помет не попадает и рядом с кормушкой я сделал вот такой вот жердочку присест чтобы птица не на пол сразу садилась а на жердочку она сядет удобно посмотрела покушала полетела дальше то есть не надо и на пол особо становиться спрыгивать вот и вот таким образом клетка закрывается и сверху закрывается все это надежно держится кошка не откроет дети дети маленькие они очень умные они откроют все что хотите тут уже это совсем другая история значит вот так смотрится условия содержания мы в принципе с вами обговорили кто хочет китайскую металлическую клетку там допустим удобно мыть ее скажите ну эту клетку тоже удобно мыть потому что она обработана влаготалкивающими средствами экологически чистыми это такой лак он используется для обработки пищевых в этой самой для для обработки пищевой посуды то есть можете мыть ну не замачивать конечно в ванной эту клетку тот же поддон взяли почистили помыли вытерли подсох вставили все шикарно все классно и еще большой плюс когда вот по этой клетке кеннера летает по деревянной клетке во первых это внешний вид очень красиво да во вторых тишина а китайская металлическая там просто металлическая россия может делать не знаю кто производитель там постоянно какой-то звук вот птица прыгает крыльями машет а звук детонирует за жесть так в общем по клетке определились воду менять желательно день через день воду даем от стойную или скулера кипяченую нежелательно это уж если никакой воды нет можете налить кипяченую но чисто с крана не надо потому что может быть с хлоркой а хлорка вредит птицы микрофору нарушают кишечника может быть разные проблемы так кормушка в кормушку сыпем чайную ложку это на сутки будете сыпать больше зерна птица будет переедать по поводу зерно смеси я сейчас вам подробно покажу зерно смесь значит можете приобрести в магазине можете приобрести у меня я вам вышлю почтой хоть килограмм хоть два килограмма хоть двадцать один килограмм почта берет в общем вот такой состав здесь раз два вида проса канареечное семя лен семечки подсолнуха и разнотравия разнотравия очень богатая так также не забываем помним о зелени ведь какую я мокрицу нашел хорошую мокрица закончится переходим на тыкву вот она вот такой у меня урожай в огороде кормлю тыквой сами кушаем тыква очень полезная друзья если у кого-то остались вопросы пишите обязательно в комментариях рассмотрим ваши вопросы подскажу вам что как правильно сделать как приобрести как ухаживать как разводить канареек чем смогу я вам обязательно помогу чтобы канара канароводство процветала в нашей стране и не забывайте о канареек это очень полезное дело кстати продляет продляет жизнь человеческую люди кто занимается канарейками они добрее что ли становится так что друзья подписывайтесь на канал будем наблюдать за канарейками видите как птица с удовольствием поедает травку мокрицу сегодня у нас 16 ноября день самбо всех увлеченных поздравляю желаю успехов побед кто занимается самбо следующем видео я надеюсь поговорить с вами о приручении канареек потому что приручить это сокровище это многого стоит и это в принципе все реально попробую показать вам как привык как изучать что нужно для этого делать вот видите покушал травку и обратили внимание почистил клюв об жердочку таким образом жердочки надо все время держать в чистоте можете просто снимать чистить там мыть водичкой или ножичком поцарапали обратно вставили чтобы жердочка была чистая пройдет допустим полгода вы можете эти палочки выкинуть новые палочки поставить жердочки старайтесь всегда ставить жердочки с корой потому что птица по природе контактирует с корой не надо пластмассовые не надо квадратные и палочки могут быть если у вас две палочки ставьте разным диаметром пускай одна палочка будет потолще диаметром другая потоньше чтобы у птицы развивались суставы на ножках потому что в природе они и на маленькие палочки садятся ну в общем я надеюсь вы меня друзья обязательно подпишитесь на канал ставьте лайки до скорой всем встречи кто впечатлился и хочет заняться канароводством за не завести кенера друзья не сомневайтесь ни минуты ни дня ищите заводчиков смотрите на объявления смотрите приезжайте на ярмарку на птичий рынок приобретайте себе канареек берите начинайте с любой канареек не надо ходить где-то там заморачиваться каких-то там супер дорогих супер навороченных элитных спортивных певчих породистых нет просто найдите начните хотя бы с малого а потом у вас все будет хорошо потом войдете в эту тему начитаетесь книжек и как бы со временем будет у вас вообще все в идеале а так надо начинать все друзья до скорой встречи на моем канале и ну и и и и